Сотни оттенков и удивительных сочетаний, приятные ароматы, креативная подача и много хорошего настроения. Таким оказался второй фестиваль-конкурс цветов «Краски Бреста». Более восьми десятков предприятий, организаций и учреждений областного центра приняли участие в инициативе и представили на суд зрителей и жюри свои цветочные инсталляции. Мы второй год участвуем в этом конкурсе, готовились все совместно, дружно, работали над композицией в течение месяца, были задействованы люди, принято было такое решение воплотить такую идею. Надеемся, что жителям нашего города все понравилось, можно пройти, присесть, фотографироваться. Творчая группа прорцевала с двух-двух месяцев, вынашивали идею, потом подбирали к ветке, кабусе было один до одного. Наша композиция участвует в фестивале цветов в парке 1 мая. Композиция наша состоит из нашего логотипа «Шар летит вместе с Жорданом». Композиция, получается, вчера начали делать ее, сегодня к утру закончили. Мы все рады, довольны. Допустим, там есть панно, где детки приходят и рисуют, вместе с родителями фотографируются с удовольствием. Школа решила на краске Бреста выставить инсталляцию «Цветочный экспресс». Значит, воровоз мы готовили в течение месяца. Значит, принимали участие так же, как и учащиеся нашей школы, и наш коллектив. Фестиваль проводится в областном центре всего во второй раз, но уже сегодня понятная инициатива оказалась к месту и будет жить. По словам мэра Бреста, Александра Рогачука, город над Богом должен быть городом, утопающим в зелени и цветах. В принципе, идея, как тот цветочек начинает прорастать, понимаете. Где-то иногда бывают сорнячки, но в принципе, сама по себе идея очень хорошая. И меня радует, что каждое предприятие откликнулось с душой, не копировало варианты друг у друга, а очень здорово, очень красиво украсили сегодня парк. А завтра эти же экспозиции будут находиться у них на территории школы, предприятия, на территории города и будут украшать постоянно город. Тема беспровышная, тема очень интересная, и мы от этой темы уже не отступим. Большое впечатление фестиваль, как, впрочем, и весь цикл торжеств, праздничной дате произвел не только на Брещан, но и на гостей областного центра. Брест – прекрасный город, современный, красивый и чистый, в нем живут открытые дружелюбные люди. Где я здесь впервые, но мне уже очень нравится Брест и Люблин, города-побратимы, нас связывают особые отношения. Рады принимать участие в торжествах по случаю дня рождения. Мне понравились мероприятия, в том числе и фестиваль цветов яркий и красочный. Краски Бреста – это фестиваль-конкурс. Несмотря на теплую и дружескую атмосферу, элемент состязательности никто не отменял. И позавидовать работе жюри очень сложно, выбрать лучших задача не из простых. Я прошел все композиции, да, и в каждой композиции я видел, что было вложено душа. Было вложено огромное желание сделать для города подарок. И я не беру на себя смелость и ответственность давать оценки, что вот это хорошо, а это чуть хуже. Есть для этого комиссия, есть для этого профессионалы. Мне понравилось абсолютно все. Но, повторюсь, больше всего мне понравилось отношение людей к этому делу. Никакой принудиловки, гармоничная, хорошая погода, все с удовольствием участвуют в этом конкурсе. И практически более 80 субъектов хозяйствования здесь участвуют. Но есть же еще вторая составляющая конкурса – это те объекты, которые не транспортабельные. Те объекты, которые находятся сейчас на набережной, на новой части набережной, на других, как говорится, местах города. Там тоже очень хорошая новаторская работа. Поэтому работу будем продолжать. Цветочных инсталляций было так много, что они заняли все центральные аллеи – от входа в парк до театра эстрады. Горожане с удовольствием фотографировали цветочные шедевры и фотографировались. Также в программе фестиваля был концерт Брестского духового оркестра под символичным названием «Все цветы июля», в финале которого и объявили победителей конкурса. Награжденных было много, а специальный приз получил парк культуры и отдыха. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания Бук-ТВ. Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Голос Дмитрий Лазарчук.